Всем привет, с вами Мисс Райт и это выпуск Дорамных новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN, этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! Ли Йонэ может сыграть главную роль в грядущей Дораме Хороший день Инсу. Хороший день Инсу это триллер, рассказывающий историю 40-летней домохозяйки с больным мужем, которая по неназнанию подбирает на улице наркотики. Режиссером Дорамы станет Пак Хён Сок из сериала «Возлюбленные принцессы» и «Безрассудно влюбленные» второго сезона «Незнакомца». В настоящее время Ли Йонэ снимается в предстоящей Дораме TVN «Маэстро», премьера которой запланирована на декабрь. Пак Джо Хён сменит Чон Джи Со в грядущей Дораме «Идеальная семья». Основанный на популярном вебтуне сериал «Идеальная семья» расскажет историю умницы-школьницы по имени Сон Хи, которая всегда была лучшей в своем классе и ее счастливой с виду идеальной семьи. Однако семья переживает неожиданную серию событий после внезапного убийства друга Сон Хи Гён Хо. В начале этого года на главную роль Чве Сон Хи была выбрана Чо Джун Со, но теперь ее заменила Пак Джу Хён. Между тем, Ким Бян Чо Ли и Юн Се А сыграют приемных родителей Сон Хи, Чве Джун Хёка и Хан Ин Джу. Пак Юна подписала контракт с YG Entertainment. Пак Юна дебютировала в 2015 году и снялась в таких работах, как «Отель Дель Луна», «Истинная красота» и других. В настоящий момент она снимается в Дораме прикоснуться к душе. Дорама «Худшая из зол» с Джей Чануком и Виха Джуном выйдет на платформе Disney Plus в сентябре. 14 августа Disney Plus подтвердили, что Дорама «Худшая из зол» выйдет на платформе 27 сентября. Сюжет криминального экшена расскажет историю полицейского Джун Мо, который проникает в криминальную организацию в Каннаме, центре нерегального оборота наркотиков между Кореей, Китаем и Японией в 90-е годы. Напряженный постер привлекает фанатов Дорам уникальной и яркой атмосферой преступного города. Ге Чоль, лидер преступной группировки и Джун Мо, который проникает в организацию, чтобы изучить их, идут по улицам Каннама. Фильм «Бетонная утопия» демонстрирует отличный старт в кинопрокате. Картина с Либюн Хоном, Пак Соджуном и Пак Байон в главных ролях вышла на экраны 9 августа и заняла первую строчку в корейском кинопрокате. 13 августа Корейский кинематографический совет сообщил, что 12 августа количество посещений фильма «Бетонная утопия» в кинотеатрах составило 1 118 508 человек. На преодоление этой отметки у фильма ушло всего 4 дня. Картина «Бетонная утопия» рассказывает историю выживших зданий Хван Куном Партаментс и детственном уцелевшем строении после разрушительного землетрясения в Сеуле. Долгожданный фильм «Паутины» с участием Сон Кан Хо и Крис Толчон дебютирует в кинотеатрах Кореи «Праздник Чусок». Фильм был показан на 76-м Каннском кинофестивале. Этого года попав во внеконкурсную программу, 10 августа вышел тизер «Паутины» и анонс о выходе фильма. Когда «Паутина» была впервые представлена в мировой аудитории на Каннамском кинофестивале, он получил признание оваций зрителей продолжительностью в 12 минут. Сюжет вращается вокруг главного героя режиссера Кима, одержимого пересъемками концовки фильма 70-х годов «Паутина». Он полностью уверен в том, что после некоторых изменений, как и на станет лучше. Далее сюжет повествует о различных событиях, развивающихся во время съемок этого фильма. На постере «Паутины» запечатлен вид режиссера Кима сзади, занятого съемочным процессом на площадке. Он сидит на режиссерском стуле, обозначенном своим именем. Подпись на пальто режиссера – это становится шедевром, если переснять только концовку, вызывает любопытство к истории. Авторы «Дорамы Хроники Аздали 2» представили свои главные постеры. «Хроники Аздали» – это эпическая фэнтезийная дорама о мифических древних землях арт. Спустя четыре года после окончания первого сезона, в сентябре сериал возвращается со вторым. На первом постере изображено противостояние на поле битвы между Тагоном, первым королем Аздали, и инцомом, вождем племени Аго. Пока солдаты Аздали и воины Аго сражаются за свою жизнь, между их лидерами стоит оглушительная тишина, как будто время остановилось. На другом постере можно увидеть похожее противостояние между Таней, верховной жрицей Аздали, и Теархой, королевой. Премьера «Хроника Аздали 2» состоится 9 сентября в 21.20 по корейскому времени. 17 августа в сети появились сообщения о том, что создатели реквизита для дорамы «7 жизней до счастья» скопировали дизайн оружия из аниме-легенды Оцинь. Кроме того, саундтреки дорамы и аниме-сериала тоже очень похожи. Также появилось сообщение от продюсерской компании сериала «Легенда Оцинь», в котором говорится о том, что они не давали разрешения на использование материалов и саундтрека из анимационного сериала. Они призвали создателей дорамы провести расследование, чтобы выяснить причины сложившейся ситуации, а также связаться с ними, чтобы получить разрешение на использование материалов. В противном случае они оставили за собой право обратиться к юристам для защиты своих авторских прав. Позднее в сети появилось сообщение от сотрудника съемочной группы «Дорамы 7 жизней до счастья», который отвечал за реквизит. Он утверждает, что приобрел меч в специализированном магазине, товары которого разрешены для публичного использования. Сотрудник заявил, что понятия не имел, что купленный меч является мерчем из аниме-сериала. После покупки он немного усовершенствовал оружие для эффектного представления в кадре. Сотрудник принес глубочайшие извинения перед поклонниками «Легенды Оцинь» и съемочной группой «Дорамы 7 жизней до счастья». На официальной странице «Дорамы» на Вейбе появилось сообщение о том, что команда занимается просмотром и обработкой спорного контента. Также представители «Дорамы» заявили, что свяжутся с правообладателями для решения спорного вопроса. Из-за сложившейся ситуации трансляция двух эпизодов 17 августа была отменена и перенесена на сегодня. К тому же к четырем эпизодам будет добавлено еще три. Таким образом зрители смогут увидеть сразу семь серий любимой «Дорамы». Недавно состоялась премьера «Дорамы в стюне людей». Главные роли исполняют Хоу Мин Хао, Пэн Юй Чан и многие другие. Дорама основана на популярной маньхуа и рассказывает историю о студенте, который сталкивается со сверхъестественными силами и внезапно становится обладателем секретной техники боя, за которой охотятся многие представители боевых искусств. Яркая динамичная «Дорамы» сразу же вызвала интерес у зрителей, однако после показа первых четырех серий трансляция была приостановлена. Представители Йоку заявили, что проблемы с вещанием вызваны техническим сбоем, однако такое объяснение не удовлетворило зрителей. Многие уверены, что отмена трансляции вызвана совершенно другими обстоятельствами. Кто-то уверен, что «Дораму» заблокировали из-за жалоб возрастных зрителей на слишком кровавой сцены. Другие пользователи сети высказали предположение, что Йоку хотели привлечь внимание к проекту и выпустили «Дораму» именно в дни студенческих каникул, не получив соответствующую лицензию на трансляцию. И теперь платформу ждут судебные избирательства. Некоторые утверждают, что проблемы возникли из-за саундтрека, который посчитали плагиатом. Ни одно из предположений официально не подтверждено. Также известно, что был запрещен к показу шестой сезон одноименного аниме. Многие боятся, что трансляция будет отложена на длительный срок, а то и вовсе будет навсегда заблокирована для показа. А вы уже успели посмотреть первые серии «Дорамы под властью нелюдей»? Пишите в комментариях. Представлены новые тизеры и постеры предстоящего фильма «Бостон 1947». Он расскажет историю корейских национальных спортсменов, жаждущих принять участие в международном марафоне после Второй мировой войны. Бостонский марафон – это старейший и престижнейший марафонский забег, который проводится раз в год на 3 понедельник апреля, начиная с 1897 года. В фильме будут показаны приключения первых корейских бегунов, стремящихся преодолеть все трудности после освобождения Кореи. «Бостон 1947» выйдет в прокат 27 сентября. Недавно были опубликованы новые фотографии Ян Яна со съемочной площадки «Дорамы Путь бессмертного». «Дорама» основана на популярном романе автора Ван Юэ. Главный герой Хан Ли – бедный юноша, который случайно становится одним из учеников секты в Дзянху. Это история обычного смертного, который, несмотря на все трудности, вступает в схватку с темными демонами и древними небожителями и проходит непростой путь к бессмертию. Хорошая новость для поклонников актера Дэн Луня. Спустя 17 месяцев после скандала с неуплатой налогов и исчезновения из индустрии развлечений, кажется, он начинает потихоньку возвращаться. С июля этого года многие фанаты заговорили о возвращении Дэн Луня. Сначала в сети была опубликована студийная фотография. Также позднее был представлен трейлер кочерезонического шоу «Запретный город». Закадровый голос повествователя показался многим знакомым. Позднее была опубликована фотография Дэн Луня из студии. Однако позднее выяснилось, что актер принимал участие в озвучивании в 2018 году. Однако сам факт, что на экраны выходит проект с озвучкой Дэн Луня, уже радует поклонников. Кроме того, актер постоянно участвует в благотворительности. Недавно Дэн Лунь лично отправился в район, пострадавший от наводнения, и доставил воду, продукты и предметы первой необходимости нуждающимся. Актер также пожертвовал 1 миллион юаней. Многие фанаты Дэн Луня по-прежнему, с сожалению, отмечают, что его очень не хватает в дорамах и ждут его возвращения на экраны. Китайские СМИ сообщили, что актер Лу Юн Си снова травмировался на съемках костюмированной дорамы «Следуя за своим сердцем». Согласно информации, актер почувствовал недомогание на съемках и был доставлен в больницу. В сети распространились фотографии, на которых заметно, что Лу Юн Си покинул клинику в инвалидном кресле, а его левая нога была перевязана. Позднее съемочная группа сообщила, что у актера подозрение на рецидив старой травмы, которая была получена несколько лет назад на съемках другой дорамы. Многие нитизаны отметили, что на фото у Лу Юн Си очень тонкие ноги, как две бобуковые палочки, поэтому неудивительно, что он постоянно их ломает. Канал МБС обнародовал основной состав своей предстоящей дорамы «Старший инспектор» 1963. 17 августа МБС подтвердили, что Ли Дон Хви, Чи Ве Усон и Юн Хён Су будут играть три второстепенных персонажей, с которыми Ли Джи Хун формирует отряд дораме. «Старший инспектор» 1963 станет приквелом классического корейского сериала «Старший инспектор», который выходит целых 18 лет с 1971 года по 1989. Этот сериал заработал невероятный зрительный рейтинг в 70%. В то время как действие оригинальной дорамы происходило в 70-х и 80-х годах, то есть на момент выхода сериала в наши дни, события дорамы «Старший инспектор» 1963 будут происходить еще раньше, в 60-х годах. Ли Джи Хун сыграет более юную версию «Старшего инспектора» Пак Йон Хана, которого в оригинальном сериале играл Че Бу Лям. Ли Дон Хви превратится в детектива Ким Сан Суна, также известного как «Сумасшедший пес» полицейского участка Чон Нам. Рожденный в бедной семье, Ким Сан Сун – олицетворение упорства и мужества. К тому времени, когда он уже устал злиться на коррумпированное общество, Ким Сан Сун знакомится с Пак Йон Ханом, бескомпромиссным детективом, который меняет жизнь Сан Суна. Чи У Сон сыграет Че Йон Хвана, молодого человека с необычайной силой, который позже устроится на работу в полицейский участок Чон Нам с мечтой стать таким же, как Пак Йон Хан, который вносит свой вклад в развитие страны. Наконец, Юн Хён Су исполнит роль Со Хо Джона, мужчина из элит, который позже станет стратегом полицейского участка Чон Нам. Со Хо Джон иногда совершает ошибки, которые невозможно исправить из-за его чрезмерной самоуверенности, и он пересекается с Пак Йон Ханом в то время, когда проходит через самое серьезное испытание в своей жизни. Премьера Ставшего Инспектора 1963 запланирована на следующий год. Пришло время посоветовать вам Дораму к просмотру, и советую, ну, вряд ли кто-то ее не видел, но если вдруг вы хотите посмеяться и вы не видели эту Дораму, обязательно посмотрите Королеву Чорин. В главных ролях Шин Хе Сон, Ким Джон Хён, Пэ Чон О, Ким Тэ У и Со Ли На. Дорама рассказывает нам о мужчине Чон Бун Хвани, который с 13 лет занимается кулинарией. Его мечтой была работа в Голубом доме. Со временем он достиг немалых успехов в этой сфере и осуществил свою мечту. Однажды мужчина случайно падает с балкона своего номера в бассейн. После удара Голубой он потерял сознание, а когда очнулся, оказался уже в эпохе Чосон. На этом сюрпризы не заканчиваются, ведь теперь Чон Бун Хван оказывается в теле королевы Чорин. Пока он не придумает, как вернуться обратно в 21 век, нужно научиться вести себя, как подобает королеве. Сможет ли наш герой преодолеть все трудности? А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аньон!